Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз поздороваюсь. Темой моего сообщения является адювантная терапия больных ранними формами меланомы кожи. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения. Конечно же, она обусловлена и высокой, и продолжающейся возрастать заболеваемостью лиц молодого и среднего возраста прежде всего, то есть наиболее социально активных и значимых когорт нашего населения. Это высокая агрессивность опухоли, которая обеспечивает раннее отдаленное метастазирование и, соответственно, крайне неблагоприятный прогноз для жизни пациентов. И, конечно же, все это диктует необходимость поиска путей эффективного лечения этого заболевания на максимально ранних стадиях. В своем сообщении я попытаюсь осветить основные вопросы, касающиеся целей адювантной терапии, показаний к ней, используемых в лекарственных препаратах, режимах введения, дозах, длительности применения, и, повторяю, затронуться такой важный аспект, который, в принципе, он современный и должен, наверное, максимально внимания уделяться ему – это возможности индивидуализации адювантного лечения, то есть выбора тех когорт, тех подгруппы пациентов, которые имеют наибольшую пользу, наибольший выигрыш от проведения данного вида лечения. Напомню, что когда мы говорим об адювантном лечении, любой злокачественной опухоли, в том числе и меланомы кожи, мы преследуем цель эрадикации микроскопической резидуальной болезни с целью увеличения числа больных, которые уже, скажем так, излечены хирургическим методом. То есть если такой обобщенный взять график, оценивающий эффект адювантной терапии, мы видим, что в контрольной группе пациентов, то есть пациентов, не получавших адювантное лечение, существует определенная часть больных, которые уже будут излечены. И в группе больных, которые получали одиумантное лечение, все равно будет часть пациентов, которые погибнут. То есть выигрыш одиумантной терапии – это та небольшая, в зависимости от успехов его группы пациентов, которая будет переведена в группу излеченных пациентов. Говоря о современном состоянии проблем одиумантной терапии меланомы и кожи, можно сказать, что на основании таких обобщенных данных, проведенных в прошлом году, данных всех проведенных клинических исследований, для предупреждения смерти одного больного необходимо провести одиумантное лечение 35 пациентам. И практически у всех пациентов, то есть у 97% пациентов, одиумантное лечение, к сожалению, не окажет никакого влияния на показатели их выживаемости. То есть оно, скажем так, с точки зрения обеспечения их жизни, оно не окажет никакого влияния. И поскольку большинство пациентов меланомы и кожи до настоящего времени считаются излеченным, если они будут излечены только хирургическим методом, то, конечно же, на передний план выходит такой важный аспект, как безопасность и малотоксичность одиумантного лечения, чтобы, скажем так, польза и вред от этого вида лечения были сопоставимы. Говоря о прогрессировании, скажем так, о послерадикальной операции любой злокачественной опухоли, в том числе и меланомы кожи, мы должны вспомнить о так называемых стволовых клетках опухоли, которые являются основными триггерами, то есть основными стимуляторами прогрессирования. Они по своей биологии, как правило, отличаются от обычных опухолевых клеток. Они характеризуются меньшей пролиферативной активностью, то есть так называемые покоящиеся клетки. Для них характерен несколько иной профиль антигенный, и они характеризуются большой устойчивости к апоптозу, в том числе и апоптозу, которая вызывается цитостатиками и методами лучевой терапии. И поэтому те лекарственные препараты, которые работают в отношении диссиминированных форм опухоли, в том числе меланомы кожи, которые направлены на уменьшение объемов опухолевых масс метастатических, они зачастую неэффективны в одиумантном режиме. То есть здесь лекарственные воздействия, оказываемые на стволовые клетки, которые являются основным стимулятором прогрессии опухолевой, должны быть принципиально иными. И какие же цели мы преследуем при проведении одиумантного лечения? Разумеется, безусловная цель – это увеличение общей выживаемости пациентов. Но поскольку в отношении меланомы кожи, к сожалению, цель пока не достигнута, то мы используем такие суррогатные показатели эффективности одиумантной терапии, как увеличение безрецидивной выживаемости или увеличение выживаемости без отдалённых метастазов. Кому показано проведение одиумантной терапии, рассматривая больных меланомой кожи? Мы знаем, что выживаемость больных напрямую определяется стадией процесса. И когда мы говорим о пациентах, относящихся к группам высокого риска рецидива. Это те пациенты, у которых риск рецидива превышает 30% после радикального лечения. Как мы видим, к ним относятся больные 2-й Б, С и всеми подгруппами 3-й стадии заболевания. Конечно же, на протяжении последних десятилетий были изучены ряд лекарственных препаратов или различных методик, исследуемых в одиумантном режиме. И мы видим, что очень многие из них, такие как использование цитостатика, в том числе высоких доз, использование ряда иммуномодуляторов, наиболее известные БЦЖ, левомизол, ряда экспериментальных вакцин, они, к сожалению, не доказали своей эффективности. И более того, некоторые из препаратов, в частности ганглозитные антигены, вакцины на основе них, даже ухудшили показатели общей выживаемости пациентов. Ну и говоря о том, что мы можем предложить пациенту, который задает нам вопрос, что же делать. Здесь я в качестве примера привожу рекомендации НССН настоящего года, но, в принципе, они, конечно же, отражают наиболее такие стандартные международные рекомендации. Поскольку адювантное лечение больных меланомы не является до настоящего времени стандартом, то абсолютно допустимая опция – это активное динамическое наблюдение за пациентом, освободённую кратностью проведения процедуры обследования, физикального осмотра с целью как раз-таки установления течения заболевания. Единственным препаратом, который зарегистрирован и одобрен для использования в адювантном режиме при лечении больных меланомы кожи – это интерферон-альфа. Его высокие дозы при лечении больных второй и третьей стадии и его пагелированная форма для лечения больных третьей стадии. И, конечно же, особенно в последние годы, безусловной и приветствуемой опцией для пациентов является участие в клинических исследованиях, исследованиях новых препаратов, таргетной направленности препаратов, стимулирующих определенные звенья иммунной системы. То есть, скажем так, то, что в настоящее время выходит на первый план. Ну и подобный, скажем так, спектр возможных вариантов подходов приводит к тому, что не более трети пациентов даже в развитых странах, в странах Северной Америки, Западной Европы, получают какое-либо или не буду адзювантное лечение. Вернемся, вернее, рассмотрим теперь препараты, которые, единственные препараты, которые одобрены для использования, для адзювантного лечения больных меланомой. Это интерфероны, рекоменданты интерфероны, альфа. Целый спектр биологических эффектов у этих препаратов, наиболее, наверное, значимые для нас это антипролиферативный, иммуномодулирующий, стимулирующий, пропоптотический, антиангиогенный механизм. И действие препарата также совершенно разнообразно. Я из-за отсутствия времени, к сожалению, не буду останавливаться подробно. Но считается, что основные эффекты интерферонов реализуются через медиаторное, стимулирующее влияние на иммунную систему и через ингибирование ряда сигнальных путей, которые играют ведущую роль в метастазировании. И к настоящему времени существует три основных уровня дозы интерферонов. Это режимы малых, средних и высоких доз, которые могут быть рекомендованы в адюантном режиме. Малые дозы, напомню, до 3 миллионов единиц, средние до 10 и высокие до 20 миллионов единиц на квадратный метр. Для средних и высоких доз разработаны фазы индукции и поддерживающая фаза. И сроки лечения для режимов малых и средних доз, как правило, 1,5-2 года, для режимов высоких доз не превышают год. Основные исследования были начаты в 90-е годы и связаны с именем Джона Кирквуда. Исследование ЭКОК-1684, как раз именно в нем предложены те дозовые уровни, нагрузочные дозы в течение 4 недель лечения первых, и в дальнейшем доза в 2 раза меньше, в течение 11 месяцев. Именно на основании данных этого исследования высокие дозы интерферона и были зарегистрированы FDA в 1996 году как рекомендуемые для адюбантного лечения. Регистрация препарата была основана на данных подведения итогов через 5 лет наблюдения. Мы видим, что общая выживаемость больных, получавших интерферон, была выше 46,37%, соответственно, по сравнению с больными, не получавшими терапию интерферона. Безрецидивная выживаемость, извините, общая выживаемость. Однако при подтвердении итогов через 12 лет уже различия в общей выживаемости практически были нивелированы. И говоря о высоких дозах интерферона, нужно сказать, что лечение довольно токсичное. Мы видим, что осложнения 3-4 степени отмечались и со стороны общих симптомов организма, и со стороны костно-мозгового кровотворения, и печени, и нервно-психические расстройства отмечались. В частности, в исследовании Киркфуда каждый четвертый пациент нуждался или в уменьшении дозы лечения, или даже в прекращении лечения из-за токсичности. И, конечно же, подобная высокая токсичность интерферона в высоких дозах и тем более высокая стоимость диктовали необходимость поиска исследований эффективности средних и малых доз препарата. Были проведены ряд рандомизированных исследований, результаты их довольно спорны. Как правило, в большинстве из них отмечается позитивное влияние на безрецидивную выживаемость, но убедительного улучшения общей выживаемости пациентов не отмечено. Поэтому, например, рекомендации НССН не рассматривают режимы малых и средних доз интерферона в качестве рекомендуемых для адювантной терапии интерферона. Разумеется, для того, чтобы максимально полно оценить все-таки роль интерферона в адювантном лечении, необходим так называемый метаанализ, то есть обобщение данных всех рандомизированных исследований, проведенных к определенному времени. И наиболее, наверное, представительным является метаанализ, проведенный в 2010 году с участием более 8 тысяч пациентов пролеченных. Данные основываются на результатах 14 рандомизированных исследований. И при оценке такого большого количества исследований оказалось, что интерферон, все-таки независимо от уровня дозы, высокие, средние или малые, независимо от сроков лечения, год, полтора года, два года, все-таки приводит к увеличению и безрецидивной выживаемости на 18%, и общей выживаемости на 11%. То есть, в принципе, довольно позитивные результаты. И, конечно же, подобные заключения являются аргументами для сторонников использования малых доз интерферона, поскольку мы видим, что сопоставимая эффективность, значительно лучшая переносимость, меньшая токсичность, и, конечно же, в условиях дефицита финансовых средств, в условиях экономии финансов, это значительно больше экономическая эффективность. То есть, всего 1,5 стоимости курса терапии высокими дозами достаточно для проведения адекватного лечения малыми дозами. И поэтому в ряде западноевропейских стран, и в России в том числе, приобретение малых доз интерферона является рекомендуемым. Несколько слов о длительности терапии интерферона. Уже при проведении первых исследований высокими дозами было высказано предположение, что основной эффект препарата реализуется уже в первый месяц лечения. И поэтому было инициировано исследование, в котором как раз-таки пациенты после радикальной операции были рандомизированы или в группу применения интерферона в качестве высоких дозах в течение всего одного месяца, или в группу наблюдения. Но это исследование было приостановлено и прекращено уже на фазе первого промежуточного анализа, поскольку было доказано, что никакого влияния такое краткосрочное применение интерферона не оказывает на выживаемость пациентов. Поэтому оснований для уменьшения, скажем так, сроков использования интерферона с одного года на меньшую длительность полностью отсутствуют. Перейдем к пегелированной форме интерферона. Это форма интерферона, которая модифицирована путем ковалентного присоединения молекулы полиэтиленгликоля. И подобное изменение химической структуры приводит к изменению и фармакодинамики препарата, в частности, к увеличению в течение длительного времени периода полуведения препарата и его нахождению в плазме, в лечебных измеримых концентрациях. И для интерферона в пегелированной форме также существует индукционная фаза, она составляет 2 месяца и поддерживающая до 5 лет. Пегелированный интерферон был зарегистрирован в 2011 году не так давно на основании исследования, проведенного Гермонтом и коллегами по сравнению терапии интерфероном в течение 5 лет и отсутствие данной терапии. У больных третья стадия меланомы после радикального иссечения первичной опухоли и удаления увеличенных измененных легионарных лимфатических узлов. И оказалось, что через 4 года наблюдения, что безлицидивная выживаемость больных, получавших пегелированной траферон, была выше, чем аналогичный показатель у больных, находящихся в группе наблюдения. В дальнейшем влияния на общую выживаемость отмечено не было, и при дальнейшем, подведении итогов уже через 8 лет, оказалось, что подобный выигрыш от использования пегелированной формы имеют только больные, имеющие изъязвление или ульцерацию первичной опухоли, и больные, имеющие микрометастазы в легионарных лимфоузлах. То есть здесь уже можно как раз говорить о каких-то аспектах индивидуализации лечения, то есть мы уже можем выделять ряд предиктивных факторов, которые помогут нам выделить ту группу пациентов, которые будут иметь наибольший выигрыш от адювантной терапии. И с целью подтверждения этой гипотезы об значительной роли изъязвления опухоли, инициированы исследования у больных меланомой второй стадии, несколько более ранней, в которой включены больные только с наличием изъязвления первичной опухоли. И, в принципе, исследования только инициируются, только проводится включение пациентов, довольно будут презентативные исследования, но и данные зажигаются не ранее, чем в 2020 году. В настоящее время огромное количество исследований проводится, в основном, конечно, направлено на изучение вакцин, изучение колоннестимулирующих факторов, на изучение препаратов таргетных, виморофениба, например, для изучения препарата эпилемумаба. В частности, интересным представляется исследование дерма, в котором оценивается эффективность вакцины в отношении МЭИЧ-3, это раководистикулярный антиген, имеющийся на поверхности меланомы. Также набор пациентов уже закончен, и не раньше, чем через 2016 году ожидаются первые результаты этого исследования. И, конечно же, нельзя пройти мимо возможности одевантного применения препарата эпилемумаб. Напомню, что это моноклональное антитело против антигенов, имеющихся на поверхности токсических т-лимфоцитов. Препарат, который, в принципе, совершил, наверное, революцию в лечении дисминированных форм, об этом будут, уважаемые лекторы, в последующих докладах сообщать. И, конечно же, такой препарат совершенно однозначно должен был исследован быть и в одевантном режиме. И исследование, которое было доложено, его результаты только летом этого года на конгрессе АСКО. Исследование, проведённое также Гермонтом и коллегами, эпилемумаб в течение трёх лет и группа наблюдения у больных меланомой кожи третьей стадии. При подведении итогов через неполные три года оказалось, что больные, получавшие эпилемумаб, без литизной вживаемости составило 26 месяцев. По сравнению с 17 месяцами больных, не получавших какого-либо лечения. И причём интересно, что эпилемумаб оказался эффективным во всех подстадиях третьей стадии, независимо от того, микро- или макрометастазы имеются в лимфатических узлах, и независимо от того, есть или нет изъявления первичной опухоли. То есть в этом отношении эпилемумаб оказался более универсальным препаратом, чем пагелированный интерферон, что, безусловно, является его преимуществом, его плюсом. Однако, говоря об этом исследовании, мы должны акцентировать внимание на очень высокую токсичность. Осложнения третьей и четвёртой степени отмечались у 42% пациентов, то есть почти половина больных имели серьёзную и даже жизнеугрожающую токсичность, в основном со стороны желудочно-кишечного тракта, диарея, колит, которые, в принципе, характерны для интерферона. Очень был высокий процент эндокринопатии, даже выше, чем в лечении больных диссиминированной формой меланомы. И не менее пяти эпизодов токсических смертей были отмечены, в том числе две смерти из-за перфорации кишечника. И, как кажется, подобная токсичность, подобная агрессивность лечения, наверное, малоприемлема для больных, получающих адювантное лечение. Ну и в заключение, наверное, имеет смысл ещё рассказать, что хотя, к сожалению, такая основная наша цель, то есть увеличение выживаемости больных, общей выживаемости больных, адювантное лечение пока ещё не достигло, но возможность увлечения безлицидивного выживаемости, возможность отодвигания сроков лицидива, конечно же, имеет, безусловно, позитивное влияние. Это, во-первых, повышает ещё и качество жизни пациента, поскольку он имеет ещё психологический комфорт, понимая, что такое серьёзное заболевание находится под активным лечением. И как раз в этом аспекте, конечно, вопрос малой токсичности адювантного лечения, он бесспорен. Ну, здесь ещё раз я напоминаю, что рекомендованными, одобренным, по крайней мере, в ДИА, это высокие дозы интерферонов в течение года и погилированных интерферонов в течение пяти лет, но сопоставимая эффективность режимов малых и высоких доз позволяет нам с достаточно большой уверенностью использовать и режим малых доз в адювантном режиме. И задача, которая перед нами стоит, это, конечно же, продолжение разработок, направленных на выделение факторов-предикторов эффекта, благоприятных факторов прогноза, изучение новых лекарственных препаратов, их комбинаций, их сроков, их назначения, возможно, даже последовательности назначения, которые, скажем так, обеспечат не только увеличение безрецидивное, но и общей выживаемости пациентов. Благодарю за внимание. Анна Игоревна, спасибо большое, Вы прекрасно рассказали и раскрыли всю эту тему, но я хотел бы еще раз, чтобы Вы определили Ваше отношение к интерферону. Вы неоднократно здесь вот и в завершении цитировали там Агарвалу. У нас была когда-то несколько лет назад встреча с ним в Москве и была конференция, посвященная вопросам интерферона, адювантного назначения, и один из наших коллег московских спросил его, ну а вот если к Вам придет больной, который захочет лечиться малыми дозами, тогда что Вы будете делать? Потому что Агарвал уже проповедует только высокие дозы. Он сказал, мы такого больного вообще лечить не будем. Ну это американский подход. И все-таки Ваше отношение, хотя я его увидел на последнем слайде, отношение к дозам, потому что нам ведь важно вот в практических целях сказать собравшимся, что мы думаем, если это не только высокие дозы. Вот Ваше отношение. Спасибо, Олег Алексеевич, за вопрос. Мы как раз с Ланатольевной были на конгрессе АСКО, и нам посчастливилось общаться с профессором Антони Ривасом, да, тоже проповедник такого американского подхода, и на наш вопрос такого же плана был получен ответ только высокие дозы. Да, разумеется, да, это американцы. Поэтому, конечно же, данные метаанализы, они абсолютно убедительны. Скажем так, малая токсичность, малых доз антерферона, это тоже безусловный аргумент в пользу его использования. Мы, конечно же, приветствуем и в своей практике тоже используем режимы малых доз очень активно. То есть Вы рекомендуете в целом по стране нам не забывать и про любые дозы антерферона, и необязательно слушать пациента, который приезжает из Израиля и говорит, а я там поехал на консультацию, и мне сказали, только высокие дозы. Я вот купил тут препарат, но у меня больше нет денег. Давайте Вы меня дальше продолжаете лисить высокими дозами. Да. Да? Я думаю, что экономическая проблема нашей страны, она еще не решена далеко, поэтому нужно решать проблему с учетом наших условий. Да, и я даже здесь скажу больше. Вот если посмотреть на Европу, то там через страну, одна страна, допустим, Голландия говорит, мы не будем делать интерферон вообще, Германия говорит, мы будем делать и высокие дозы, и разные дозы, Франция говорит, мы будем, Англия говорит, мы не будем. Все это, наверное, связано в первую очередь даже не с эффективностью лечения, а с возможностями страховой медицины. они отличаются вот от страны к стране, и поэтому страховщик говорит, я погашу это лечение, а я не погашу. И они уже фактически вмешиваются в медицину и руководят этим процессом. А у нас, у медиков, должна быть своя точка зрения, что интерферон, я считаю, обязательно нужно назначать, потому что это гораздо лучше, чем ничего не делать. Во-вторых, 10% это по метаанализу, даже 15% это очень хорошая убедительная цифра. Почему? Потому что если вы посмотрите на то, что дает адювантная терапия повсеместно, вы везде будете видеть одно и то же, 10-15%. Будь то молочная железа, будь то колоректал, будь то любая другая опухоль. Тут проблема в биологии рака, и как трудно ее победить. Поэтому у всех 10%. Но только в одном случае, когда касается молочной железы, ни у кого не будет даже мнения не делать эту адювантную терапию, да? А для меланомы все начнут вот так вот дискутировать, не надо делать, надо делать, надо делать. Правильно? Мы согласны. Очень здорово, что мы в этом вопросе едины. И пока не появится что-то более эффективное, интерферон должен оставаться на своем месте, потому что он дает определенно. И более того, вот мы говорим, выживаемость без прогрессирования, он меняет, да? А вот общую выживаемость он как бы не дает. Но согласимся с тем, что чем больше мы совершенствуем показатель выживаемости без прогрессирования, тем больше мы приближаемся к тому моменту, когда это начнет влиять на общую выживаемость. То есть это же вопрос уже тогда еще более детального отбора пациентов. Там, допустим, изъявление есть, однозначно лучше будет интерферон. Спасибо.